Мы говорим о людях и событиях Мариуполя, о проектах и реформах, о том, что получается и не очень, и почему это происходит. Каждую пятницу ровно в 18.00. Это Троеточие на телеканале Сигма. Меня зовут Валерия Романова. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. В эфире мы 40 минут. Телефон, по которому можно дозвониться к нам в студию, внизу экрана. Итак, сегодня говорим о проектах Мариуполь-240, о новой украинской школе и старте учебного года. Последний день лета. Сентябрь уже на пороге, а большая реконструкция на центральных улицах Мариуполя продолжается. Когда завершатся работы? Поговорим с нашим первым гостем, но после сюжета. Движение транспорта перекрыто, место асфальта – пыль, а проход через театральный сквер до сих пор запрещен. Реконструкция центральной части города продолжается. Нужно обещать, дороги закрыты, объезжать надо много. Ну ничего. Ради чего-то нужно и жертвовать чем-то. Мне важно, чтобы было красиво. Пусть позже будет, но будет не стыдно за Мариуполь. Очень долго затянулось. Пообещали нам тогда буквально на месяц. А сейчас уже прошло, я не знаю, месяц, наверное, уже третий месяц пошел. Конца края не видно вообще. Специалисты уже протянули почти 20 километров системы полива и столько же электропровода. Проложили силовой кабель, который будет питать насосы фонтана. Но полностью завершить работы в установленные сроки подрядчик не успевает. То есть, если стать к лицам драматическому театру, то вот эта левая часть, где туалет когда-то был в парке, там, к сожалению, по техническим причинам не успевает сам предприниматель. Там, к сожалению, не приезжает и не доезжает саркофаг, которым мы хотели накрыть тот храм, который мы нашли Святой Девы Марии. Соответственно, оно следом друг за другом затягивает процесс обустройства этой территории. Закладывают новые пешеходные дорожки, обновляют фасады домов и устанавливают бордюры. Мэр подчеркнул, работы по воплощению амбициозного проекта «Мариуполь-240» ведутся круглосуточно. Первый заместитель городского головы Михаил Колкут, наш первый гость. Добрый вечер, Михаил Колкут. Добрый вечер. Ну вот, мэр заявил, что работы ведутся круглосуточно на Центральном проспекте Мариуполя. Правда, работаем круглосутки? Ну, те моменты рабочие, которые позволяют работать и организовывать работу, две смены они организовываются. Ну, я бы так бы еще хотел сказать, пока мы перейдем к проектам о том, что и погодные условия, у которых работали строители, это больше 30 градусов жара. Поэтому, ну, надо понимать, и люди, ну, человеческий ресурс, он тоже не безграничен. Поэтому, где возможно, там организовываются работы. Человеческих ресурсов. У нас хватает этого ресурса на сегодня? Сколько человек задействовано, если мы говорим о проспекте Мира? Я хочу сказать, что на сегодняшний день, в начале года, были проведены все торги, которые определены законодательством. И на все стройки, вот сегодня, в день, вернее, в год нашего 240-летия, наш город, ну, превратился в большую стройку. Это действительно так, работает во всех районах, проводятся масштабные работы. Количество людей, там, на каждом объекте, оно обусловлено тем объемом, которые должны быть. На сегодняшний день в человеческом ресурсе дефицита нет. Михаил Михайлович, ну, работают в основном подрядчики. Подрядчики, я так понимаю, часть мариупольских, часть иногородних. На сегодняшний день, вот уже мы, как бы, работаем третий год, и показывают правила, то, что идет такой, ну, нормальный рабочий момент, когда заказчик, предъявляя свои требования, и подрядчик, выполняя эти работы, уже понимает, что хочет заказчик. Если мы помним качество ремонта, которое было два года назад, это, ну, небо и земля на сегодняшний день. Яркий пример, там, 39-й детский сад, который открыли, детская инфекция. Посмотреть качество работ, которое было, выполнялось. Действительно, вы говорите, подрядчики различные у нас. Если два дома по Мира делают Полтавская фирма, Турецкая фирма Нур делает реконструкцию проспекта Мира. И у каждого подрядчика, у каждого объекта своя история и свои подрядчики. Если говорить цифрами, вот на сегодня реконструкция проспекта Мира в процентном соотношении, насколько уже готов центр города? Ну, если оценить процентом, я думаю, процентов на 80 работы выполнены. Есть такой пункт в списке, вот мы ремонтируем дорогу, делаем тротуары, фасады домов. Есть ли какой-то пункт из всего списка, который уже отмечен как галочка «Готов» на сто процентов? Ну, в целом, чтобы сказать на сто процентов, я не готов сейчас вам ответить по каждому объекту. Мы можем пройтись вот этим маршрутом, я вкратце попытаюсь вам объяснить и рассказать ситуацию. Если мы будем двигаться к драмтеатру от административной площади возле нашего исполкома. Ну, работы, в принципе, процентов на 90 выполнены. Выполнено озеленение, которое очень нравится нашим жителям. И сегодня это стало местом, одним из любимых мест отдыха жителей, как показало. Вечером заполнение, ну, все лавочки заполнены, люди отдыхают. В принципе, у нас осталось благоустройство возле фонтана, которое благотворительный фонд Бумбурса обещает нам до 15-го числа закончить. Вы имеете в виду театральный сквер? Нет, я имею в виду, это административная площадь. Административная площадь, да. А что происходит сегодня в театральном сквере за большим забором? Мы двигаемся дальше. Проспект Мира, движение, я думаю, к воскресенью однозначно троллейбусов будет открыто. То есть асфальтное покрытие готово. Подрядчик берет там до 10-го числа все вопросы, которые связаны с тротуарными плитками. Также мы видим там процентов на 90 выполнения работ. По домам двигаемся, если мы выше, 3 дома, 60 по Мира, 62, 62 дробь 1 и 60 дробь 2. Значит, ну в принципе, тоже где-то мы видим процентов на 90 выполнения имеем по домам. Два дома, которые поменьше у нас, ближе к храму, значит, они до 10-го числа будут полностью 100% закончены. Дом 62 самый большой, который, фасадная часть, она к 10-му числу будет закончена. И немного там еще 2 недели будет тыльная сторона и будет закончена. Сквер, который мы переходим к скверу. Основная проблема, с которой мы столкнулись по ремонту театрального сквера, это все-таки логистика города Мариуполя. Доставка материала занимает, если в другие города по одному дню, по два дня, то у нас это превращается в другой раз в неделю. Поэтому есть немного отклонения, но в сентябре месяце мы закончим эту реконструкцию. А откуда везут материалы для театрального сквера? Материалы у нас различные. Если я вам хочу сказать, что детские площадки, это будут производства Швеция и Германия. Фонтан, это немецкий фонтан. И только с этим связана логистика, затруднения связаны только с этим. Чей проект фонтана? Проекты готовили запорожская компания, готовила данный проект. Поэтому по ходу уносились, не скажу, что у нас особо проекты идеальными стали, они не стали. По ходу уносились изменения. Ну, все идет в принципе нормально, и в сентябре месяце мы сквер откроем. Изначально, когда вы подписывали договор с подрядчиками, какие сроки устанавливались? У нас сентябрь месяц, по всем объемам сентябрь месяц. Я хотел бы еще раз сказать. Объемы, которые на сегодняшний день выполняются, и в частности по проспекту Мира, вдумайтесь, 30 тысяч квадратных метров ФЭМа будет уложено только. Вот для сравнения, чтобы вы понимали, одна машина, длинномер, которая проходит, 160 квадратов всего берет плитки. Вот если взять 30 тысяч, разделить на 160, увидим количество фур, которые заезжают. Мы смотрели так, и вот только та плитка, которая укладывается по основным объектам, это более 12 футбольных полей по площади. Второе, что хотел бы сказать, также на театральном сквере. Там выполнено порядка 19 тысяч ФЭМа будет выполнено, высажено, по-моему, если не ошибаюсь, 7 тысяч зеленых насажений, 12 километров только водопроводных сетей заменено, водополивных, которые будут, весь парк будет поливным теперь у нас. Михаил Михайлович, скажите, а вот сколько стоит для городского бюджета все это удовольствие? Я хочу сказать, что стройки, которые на сегодняшний день начаты в городе, и они будут продолжаться. Это не значит, что стройки закончатся, это порядка миллиарда гривен на сегодняшний день выполняются работы. Здесь деньги и ЕИБА, это Европейское инвестиционное банк, и государственные субвенции. Также хотел бы сегодня сказать, что мы, несмотря на то, что идут стройки большие, которые общегородские, у нас есть обязательства перед жителями по поддержке ОСМД. Мы продолжаем, в этом году будет выполнено порядка 86 кровель капитально отремонтируем, порядка 30 инженерных сетей на домах, также 100 уютных дворов каждый год должно появляться в городе. Более 50 километров сетей будет заменено водопроводных. Вы скажете, достаточно ли это? Нет, этого не достаточно. У нас был большой перерыв, практически 25 лет, был провал по основным таким направлениям. Я вам скажу, если мы будем работать в таком же направлении, не только центр города, но и окраины будут чувствовать себя совсем по-другому. Михаил Михайлович, у вас уже есть двухлетний опыт работы с подрядчиком, который заезжает в Мариуполь. Вот на сегодня качество работы людей, которые работают над проектом Мариуполь-240, над другими проектами, вас устраивает? Что изменилось в подходах, в вашем взаимодействии при выборе подрядчика, при взаимодействии на уровне от этапа начала работы до завершения? Ну, к сожалению, выбора подрядчика здесь, этот выбор предоставлен системе Прозора. Мы не выбираем подрядчика. Система Прозора выбирает тот, кто дает более приемлемую цену и сроки готов выдержать. Ну, в ходе мы сталкиваемся с тем, что не всегда подрядчик то, что заявляет изначально, в дальнейшем так выполняет, так работает. Но, тем не менее, на сегодняшний день у нас есть рычаги, это в законном поле, не исправляется подрядчик, мы подаем в суд и тем самым расторгаем доллара. Ну, хочу сказать, что у нас таких немного, поэтому с каждым подрядчиком нужно работать и заставлять делать так, как мы делаем в своей квартире ремонт. Мы же вправе заставить исполнителя здесь точно так. Если делать предварительный срез качества его работы на Центральном проспекте, вас он устраивает? С замечаниями, которые мы предъявляем заказчику, на сегодняшний день устраивает. Эти замечания он может выполнить до сдачи работы? Он обязан их выполнить до сдачи, только после того, как будут устранены все замечания, будет подписана актовка, и после только этого он сможет получить деньги. У нас на сегодняшний день тут не даже, смотрите, за каждым видом ремонта ведется, помимо того, что заказчик ведет контроль, у нас есть ряд служб, которые тоже проверяют качество выполнения работ. И поэтому здесь не только один человек принимает какие-то решения, качественно сделали или не качественно, это целая система работает. Те проекты, которые в рамках проекта «Мариуполь-240» ведутся в других районах города, там в сроки тоже вкладываемся? Ну, если у нас то, что мы сказали с вами, здесь центральная часть, это четко сентябрь месяц, и мы должны в сентябре эти все работы закончить, то, если, например, в Левобережный берег у нас комплекс целый, это ЦНАП, бывший кинотеатр «Союз» и парк «Выселка». Парк «Выселка», я надеюсь, все основные работы мы в сентябре также закончим, ЦНАП работы будут продолжаться этапно, и пуск где-то на июнь месяц 2019 года. Парк «Гурово» также у нас масштабный, он переходящий на следующий год, но работы также там продолжаются и будут вестись. Но центр города к концу сентября будет открыт. Да, однозначно, и я думаю, жители увидят и поймут, что, я еще раз хочу сказать, ну, принести извинения за временные неудобства, но за три месяца, поверьте, я думаю, никто в Украине таких масштабов реконструкции не делает. Ну, и в любом случае, большинство людей готовы потерпеть ради того, чтобы потом за Мариуполь стыдно не было. Спасибо большое, что пришли в этот пятничный вечер, нам время переходить ко второй теме нашей программы. Спасибо. Тема эта будет касаться новой украинской школы. О том, готов ли Мариуполь учиться в рамках новой программы, поговорим с нашим вторым гостем, но после того, как посмотрим сюжет. Надежда готовит классную комнату ко дню знаний. В понедельник для ее сына Ильи прозвучит первый в жизни школьный звонок. Он, как и тысячи других первоклашек, сядет за новую парту, свою, индивидуальную. Чтобы каждый думал своей головой. Я считаю, что это нормально. С этого года учить первоклассников будут по программе новой украинской школы, по новым учебникам и технической базе. Но пока мариупольские первоклассники будут заниматься на полу. У нас вчители уже знают, как это працювать. И я думаю, что батьки нам не будут не отмолвать. А и мы, если не будут коврив, то мы свои подготовили уже. В местном отделе образования объясняют. Мебель город закупил. Доставка затягивается по вине поставщика. Этим поставщикам ведется работа, что до складания графика. Графика завоза этих парт. В министерстве образования говорят, первоклассникам парты в начале года не так уже нужны. Ведь в новой украинской школе должны действовать новые методы обучения. Это и до лучшего. Потому что это будет меньше успеха вчителям. Садить детей сразу за парты и только работать с подручниками и зажитом. Но детей не обеспечили и учебниками, говорят родители. Учебный материал есть на сайте Минобразования. Его можно распечатать. Но это дополнительные затраты. Директор департамента образования Мариупольского городского совета Татьяна Иванова Брачикова. Добрый вечер, Татьяна Ивановна. Да, добрый вечер. Вот новая украинская школа. Татьяна Ивановна, Мариуполь готов работать по новым правилам? Хочу сразу поздравить в преддверии 1 сентября с началом учебного года. Хочу поздравить и ребят. Хочу пожелать им хорошего настроения, чтобы учеба протекала легко, чтобы было интересно в школе. Хочу пожелать преподавателям творческих успехов, а родителям, конечно, терпения и радости за результаты своих детей. А скольким первоклассникам мы желаем удачи? Сколько первоклассников? Первоклассников в этом году пойдет 4 427 человек. Это достаточно? Достаточно. Если в прошлом году это было порядка 4 100 человек, то сейчас детей у нас прибавилось, и первоклассников у нас стало больше. Порядка где-то на 300 человек. Вот первоклассники этого года, они у нас первые такие маленькие летчики, которые залетают в программу новой украинской школы. Мы, Мариуполь, на сегодня видим, что не совсем, судя по сюжету, не совсем еще готовы стартовать 3 сентября по новой украинской школе. Ну, нет парт, может быть, где-то нет дидактического материала, где-то учебников. Расскажите, насколько серьезная проблема с партами? Давайте разберемся. Вовремя мы сделали все документы по прозору. Мы заключили договора. Но в связи с тем, что вся Украина переходит на новую украинскую школу, и все города, поселки, районы и села, все хотят тоже иметь у себя такие парты. И наши поставщики, не подумавшие заранее о том, что действительно будет такой наплыв заказов, они не справляются, их мощности не справляются с данными заказами. Поэтому на сегодняшний день у нас на третье число где-то будет порядка 30% поставленных в школы нашего города, и каждую неделю где-то по 20% у нас парты будут приходить в наши школы. То есть как скоро мы сможем заказать? У нас 160 классов по Мариуполю. И до конца сентября, максимум до начала октября, все парты, дидактический материал, то, что мы закупили, все будет уже у детей. Поэтому правильно и своевременно говорит Лилия Гриневич о том, что действительно на Министерстве образования есть все программы. Если мы посмотрим программы по новой украинской школе по первоклассникам, то там идет действительно адаптационный период, у нас есть экскурсии и ознакомления со школой, у них и какие-то развлекательные. То есть они будут и играть, и рисовать, и ознакомиться со школой. То есть у нас есть этот период для того, чтобы была возможность и получить учебники. Потому что, да, в Министерстве образования прошли процедуры тендерные, тоже они проводят процедуры на закупку этих учебников. Обещают также эти учебники получить в течение сентября месяца. Поэтому за вот этот период, сентябрь месяц, мы обеспечим и мебелью, мы обеспечим и дидактическим материалом, и будем обеспечивать учебниками. Вот такая ситуация, как, по примеру, школа-гимназия 27, где старые парты уже вывезли, новые еще не завезли. Я знаю, что учителя планируют заниматься с детьми на коврах, на каких-то, может быть, выходить на лужайку. Они могут выходить и на улицу, у них будут проводить экскурсии. Возможно, решение администрации школы занести предыдущую мебель, которая стояла, это тоже вполне реально. То есть, чтобы дети не сидели просто на коврах, это можно обеспечить и той мебелью. Эта мебель есть. Но выстроен у нас сейчас график, и согласно графику будет договоренность поставщика со школой конкретной, когда, в какой момент они привезут эту мебель и когда они соберут эту мебель. На сегодняшний день один поставщик уже привез 50%, и мебель находится в городе Мариуполе на складе поставщика. Но её нужно развести, её нужно собрать и установить. Поэтому тоже это нужно дополнительное время. Но пусть не переживают родители, пусть не переживают дети, всё будет. Если сравнивать с Мариуполь, с другими городами нашей Украины, то есть три варианта наполнения класса нуж. То есть, есть какой-то минимальный, есть там средний уровень, есть самый максимальный. Вот выделенные деньги, которые субвенции у нас 7 миллионов, 35 миллионов, которые нам выделил местный бюджет, нам позволило закупить именно максимальное наполнение данных классов. Поэтому через месяц, когда родители увидят, что будет произведено и поставлено в наши классы, я думаю, что и будут обрадованы не только дети, но и родители. И все мы будем рады, что наконец-то всё осуществилось. Просим просто немножечко потерпеть. Те поставщики, которые всё-таки затягивают у нас с нашими поставками, мы ведём претензионную работу. Цена, скажите, по поводу учебников. Некоторые родители спешат распечатывать материал с сайта Минобразования. Стоит ли это делать или всё-таки стоит уже подождать учебники, которые придут в город? По новой программе у нас, получается, затрагиваются первые классы, пятые классы и десятые классы. Обещают у нас поставка, конечно, первых классов. Я думаю, что это ближайшие 2-3 недели. Затем пятые классы и десятые параллельно будут идти. Как только будет доставка до Славенска, потому что министерство распределяет по областям, мы тогда сразу делаем закупку на услугу по транспортировке этих учебников и будем доставлять в Мариуполь. А до этого момента как ребята будут учиться? В электронном варианте? В электронном варианте, да. Сегодня тоже выступала Лиля Гриневич по поводу планшетов. То есть планшеты не запрещаются. Если есть такая возможность предоставить ребёнку в школу этот планшет, единственное ограничение — это нужно убрать оттуда все игровые материалы. Он должен быть чист для того, чтобы открыть и заниматься, открывать именно программу учебники и заниматься с этим планшетом. Единственное, учителя начальных классов, они, как правило, не хотят брать на себя, скажем, ответственность, потому что детки маленькие, и вот в начальных классах, я знаю, запрещают планшеты. Поэтому там, наверное, будут как-то выходить по-другому ситуации. Распечатывать, может быть, какие-то там уроки, страницы. Это будет… На каждый класс у нас завезён ламинатор и завезён МФУ, завезён ноутбук для каждого учителя. Поэтому все необходимые технические моменты мы уладили. И если необходимость нужно распечатать какой-то дидактический материал, либо для себя, либо для детей, такая возможность у них имеется. Тинман, скажите, вот на сегодня школы Мариуполя какая заполняемость классов, не только начальных, вот мы поговорили о начальных классах, а вообще в принципе, потому что с этого года, я знаю, начало действовать нововведение, когда ребят принимали в школу только по прописке. Вот с этим проблем не возникло? У нас в этом году по прописке начали принимать детей первых классов. Это было положение по первым. Если переводится, у нас существовали и ранее закрепления территорий по школам. Это и осталось у нас по остальным классам, что в каждой школе исполкома мы закрепляем территорию, и дети приходят в школу по территории. Ну, есть всякие моменты в плане ситуации, в плане переселенцев, например. Они приехали, у них прописки нет, но у них есть справка о том, что они проживают там на той или иной улице, прикреплены к той или иной школе. Если говорить о наполняемости класса, то она у нас сейчас стала выше. Если раньше наполняемость класса была порядка 24 человек, то сейчас около 27. То есть за счет, наверное, может быть, детей-переселенцев? Да, у нас добавляются дети, у нас добавляются классы. И это хорошо, я хочу сказать. Видно, что у нас наш город оживает. Если много детей, значит, у нас и возможности больше развития. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый, ваш вопрос. У меня вопрос такой по поводу поборов в школе с первоклассников. Вот, например, дети идут в этом году в первый класс. Вот попросили нас на линоле сдать по 300 гривен. Это с человека. Магнитные доски по 200 гривен, на подушки, пушики, жалюзи, стенды всякие. Ну, канцелярия, это понятно. А вот все остальное, насколько это законно, и почему суммы поборов по школам отличаются. Где-то до 1000 гривен, где-то чуть дешевле. Спасибо большое. Вообще, насколько школа уполномочена собирать с родителей деньги на такие вещи? Учитель и школа не уполномочены собирать деньги с родителей. Это чистая инициатива родителей. Если у родителей есть возможность, и они хотят что-то изменить, там, заменить линолеумы или заменить жалюзи, это их благотворительный внесок в данное учреждение. Если бывают такие ситуации, когда учитель говорит, или директор школы говорит о том, что, дорогие родители, вы пришли в нашу школу, давайте вот поможем школе стать еще и красивее. Ну, скажем так, в добровольно-принудительной форме. Что делать родителям? Родители могут обращаться в департамент, они могут в городской совет обращаться, через письменное, желательно письменное обращение, и мы тогда будем разбираться при каждом таком случае. Ну, вот несколько жалоб у меня тоже было по горячей линии, тоже жаловались родители. Когда начали разбираться, то действительно все-таки инициатива шла от родителей, и родители хотели собрать, допустим, вот у меня конкретная жалоба была, на 500 гривен, вот просили на 500 гривен. Оказалось, что родители сами захотели, чтобы у детей было все одинаковое, они сделали оптовый заказ в другом городе, закупили, и оказалось у них еще дешевле, поэтому даже это не 500, а 200 гривен им обошлось. Ну, есть разные моменты, просто по каждому случаю надо разбираться, какая инициатива, от кого она исходила, и на что эти деньги. Если у родителей, родители решили этот вопрос, это один момент, а если это администрация школы, значит, это другие уже будут меры. Насколько у нас, сколько мы сегодня... По поводу даже пуфиков, значит, пуфики или какая-то подушечка для ребенка, значит, при закупке мы учли этот момент, и у каждого будет небольшой пуфик каждому ребенку, поэтому пуфики закупать не надо именно. Это, скорее всего, для утренних зустричей, так называемых. Еще один телефонный звоночек, давайте еще послушаем телезрители. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана, тоже хочу задать вопрос про поборы в школе, вот как предыдущий участник. Дело в том, что мой ребенок тоже учится в школе, в третьем оклассе, 52-й школе. В прошлом году заставляли, не то, что предлагали, а заставляли сдавать деньги по 200 гривен на прописи. В прописях дети практически на уроках не писали. В некоторых прописях по две, по три странички записаны за год. Прописи просто выбросились. Учителя в этих прописях тоже с детьми не занимались. Скажите, пожалуйста, а помимо того, что на прописи, на что-то еще у вас деньги собирали, на какие-то нужды конкретно школы? Вот принудительно сдавали на прописи. На другие нужды, по возможности, можешь... Спасибо большое. Спасибо большое. Понятно. Ну, для начальной школы, я говорю сейчас, за первые классы. Никаких прописей, никаких дополнительных тетрадей. Это действительно ничего не надо. Конкретная школа я не услышала. 52-я. 52-я школа, да, на прописи. Ну, я учту, посмотрю, и мы разберемся. Там есть швание о первых классах, о третьем классе. Да, о третьем А классе, да, по-моему. Букву не услышала, услышала, что третий класс, 52-я школа. Ну, мы разберемся с этим вопросом. Хорошо, мы ответим. Если надо ответ, то попросим письменный запрос для того, чтобы мы подготовили. Тина Ивановна, сколько у нас украинских классов в этом году открылось новых? И сколько всего теперь? Новых? 157 классов, это украинских классов открылось. У нас переведены все школы, практически все школы перевелись на стали украиноязычными. Мы выносили такое решение на сессию, утвердили его. Но это будет поэтапный переход, то есть начиная с первого класса и заканчивая двенадцатым. И с каждым годом просто детки будут уже учиться на украинском языке обучения. Из полторы тысячи классов на сегодня, ровно половина сейчас у нас украинских, где-то 750. Тина Ивановна, а сегодня у нас состоялось грандиозное событие, открытие технического лицея. Я так понимаю, что уси у захвата, как-то кажете. Мы очень рады, да. Очень маленький срок нам давали на ремонт данного учреждения. Учреждение очень старое, ему 100 лет. Оно такое фундаментальное, очень красивое. Всех приглашаю посмотреть, прийти на экскурсию своими глазами, убедиться и в качестве этого ремонта, и в том, что преобразовалось данное учреждение. Добавились и спортивные площадки, и внутри абсолютно новая мебель. Педсостав сохранился, учителя те же будут? Педсостав сохранился, но технические лицеи, это, вы же знаете, первое место по Донецкой области он занимает. То есть спецсостав там очень сильный. Мы благодарны тем, что они воспитывают таких детей, таких талантливых детей у нас, которые занимают места на международном уровне. Катя Шмалкина, это наша золотая призерка в Канаде. Да, Катя, мы уже говорили. Тина Ивановна, вот еще более грандиозное, наверное, с моей точки зрения событие, это завтра открытие 66-й школы. Это единственная школа, на которой линейка будет, не линейка, а праздничное событие, вот первого числа во всех основных школах. Завтра будет, да, завтра будет открытие 66-й школы. Но линейка 1-го сентября пройдет во всех школах Мариуполя 3-го числа. Поэтому завтра приглашаем на открытие. Тоже посмотрите, насколько изменилась школа, насколько она стала современной. Очень много интерактива в нем, очень много интересного. Не зря ждали, не зря ждали. Дизайнеры поработали, да, над школой. Поэтому приглашаю, школа стала, изменилась, стала очень красивой. И она стала энергоэффективной, и внешне она преобразилась. И внутри, у нас, да, несколько радостных событий за короткий промежуток времени. Еще одно радостное событие было для 25 директоров школ. Но мы об этом поговорим с нашим третьим гостем, если позволите. Вам спасибо. Мы переходим к третьей теме нашей программы, продолжим тему образования, начало учебного года. Смотрим сюжет и здороваемся с нашим третьим гостем. У директоров 25 мариупольских школ на этой неделе закончился контракт. И так как руководители учебных заведений теперь выбирают по конкурсу, среди претендентов была борьба. Если есть некий градус, с которым не справился директор, это уже первый звоночек того, что что-то пошло не так. Финальные соревнования уже прошли. Проекты развития школ озвучены. Имена победителей известны. Потребно изменять философию освіти. Треба делать так, чтобы дети шли до школы. Они хотели учиться. Поэтому мы их должны чути. Поэтому и культура спільного навчания стоит в основе нашей программы развития. Депутат городского совета Нина Ивановна Воробей. Добрый вечер, Нина Воробей. Ну вот смотрели небольшой сюжет о том, что на этой неделе в Мариуполе проходил конкурс директоров. Вы, помимо того, что вы депутат, вы еще и директор, всем известный директор 47-й образовательной школы. Вы были единственный претендент на кресло директорское. Вам повезло больше всех. Но скажите мне, вот как участник конкурса и как депутат городского совета, и как человек, который имеет большой опыт в образовании Мариуполя, какие были основные критерии отбора? Ну, прежде всего, была большая подготовительная работа, потому что, зная о том, что мы идем на этот конкурс, каждый из нас, будем говорить, вырабатывал свою маленькую траекторию. А как я буду готовиться? И когда в городе был предложен проект «Новый посадовец», я записалась, не раздумывая. Прошла тесты. Я хотела себя проверить, как я спустя 40 лет смогу стать рядом с молодым директором и смогу ли я делать так, как молодежь сегодня делает. И три месяца вот этой учебы, они были настолько благодатной формой подготовки, общения с моими коллегами и молодыми, и теми, кто сегодня работает. И это было одним из этапов подготовки. И я благодарна, что была такая форма предложена. Ну, а уже сама форма проведения, она определена положением, которое утвердил городской совет, потому что, имея положение, которое предложено Министерством образования, согласно положению, мы имеем право дорабатывать. Как раз сессия городского совета, доработав с учетом своих пожеланий, депутатская комиссия наша по образованию, удовольствовала это положение. В рамках этого положения мы проходили тесты на знания нормативно-правовой базы на компьютерах. У нас был асессмент, мы все работали. Это было, ну, достаточно непривычно для нас снова. Но как для себя я сделала очень много выводов интересного, потому что поработать в команде, поработать с тренером, и, то есть, вот, как бы, подготовили... То есть, конкурс такой, не технический, а действительно отбирает, а отбор лучше. Лучше, да. А для тех коллег, которые шли на школу и незнакомую школу, была предложена еще такая форма, как встреча с коллективом, общение с педагогами, родителями. Но в моем случае я этого не делала, потому что в конце мая, как всегда по традиции, я провела отчет о проделанной работе. Я уже тогда презентовала первые штрихи вот того перспективного плана, который я и, как и мои коллеги, презентовали в ходе уже последнего этапа конкурса. Нина Ивановна, скажите мне, пожалуйста, ну вот мы с Татьяной Ивановной, предыдущей гостью, говорили о том, что первоклассники этого года – это такие маленькие летчики, которые вот только запускаются в этот полет. Ваши ребята, которые в вашей школе, они уже, как бы, не такие уже летчики. Ребятишки, которые во втором классе, они уже знают, с чем имели дело, и знают, с чем будут иметь дело вот их, скажем так, маленькие друзья. Если говорить об опыте, который был у вас в прошлом году, и теперь у вас новый набор первоклассников, есть ли какие-то моменты, которые вам бы хотелось улучшить и изменить? То есть вы уже можете оценить, единственная школа Мариуполя, которая может оценить. Ну, прежде всего, мы все, что имели, я уже делилась своими мыслями, мы старались рассказать всем учителям, которые придут 1 сентября 2018 года вместе с первоклассниками. И рассказывала о том, что более 100 педагогов Донецкой области, не только Мариуполя, побывали в 47-й школе, побывали на занятиях. Мы проводили круглые столы, встречи, побывали у нас заместители директоров. То есть мы попытались рассказать, что мы имеем. И вот, как бы, по итогам мы представили свои материалы на областную конференцию, которая прошла в августе первых наших шагов и наработок. Потому что среди 4-х школ я скажу, что наш город лидирует. И по материальной базе, которая была создана в кратчайшие сроки благодаря городскому совету и поддержке депутатского корпуса, лично мэра города. Потому что вот то оснащение, которое мы получили, оно было залогом начала полноценной работы новой украинской школы. То есть моменты у вас все положительные? Нет таких моментов, которые хотелось бы немножко изменить? Почему? Мы можем говорить о том, прежде всего, что только изменить среду, в которой обучались детки, поменять двухместные парты на одноместные парты, это не решает программу новой украинской школы. Гораздо важнее вот новые технологии, которые. Ведь образование у нас личностно ориентированное сегодня. И вот все, что делали учителя, они делали, исходя из тех рекомендаций, которые были предложены Министерством образования, и те рабочие тетради, и учебники, которые пробные, они черкались, отправлялись замечания, пожелания. То есть мы видели много ошибок, много перенасыщенности, перегрузы. И, конечно, вот учителя работали в этом направлении. Было много того, что мы попытались изменить. Но, конечно же, я и сегодня на педсовете говорила, очень сложно поменять мышление родителей, изменить их понимание, что ребенок не должен вечером сидеть и зубрить английский или читать буковки. Он должен вечером отдыхать вместе с родителями, может в какую-то игру развивающую поиграть. Учеба должна остаться в школе, остаться на позитиве. Он должен уйти с носы, наполненный их содержанием. Хорошее настроение для того, чтобы потом идти на следующий день с таким же настроением. Мы говорим о том, что должны делать учителя, говорим о том, что должны делать родители. Скажите, пожалуйста, в этом году депутатский корпус, какие принимал, с вашей точки зрения, наиболее важные программы, которые направлены на развитие сферы образования Мариуполя? Ну, я считаю, что каждая отрасль города нашего может гордиться тем, что у нас есть впервые в 2017 году сессия городского совета утвердила такой огромный пакет документов стратегии развития Мариуполя до 2021 года. И вот в этой стратегии есть огромный раздел. Он называется, вот само название говорит об отношении городской власти, депутатского корпуса к образованию. Образование — это основа будущего. И сам раздел у нас так и называется. Образование — это инвестиция в будущее. Вот простым словом инвестиция — это будущее. И в самой программе стратегии расписаны уже направления. Что будет делаться в рамках нового осветительного средовища? Что будет делаться в работе с кадрами? У нас очень мало времени, поэтому я вам, знаете, как предлагаю. Вот основные моменты, которые, на ваш взгляд, самые значимые. Да, и вот исходя из стратегии, что было сделано? Но прежде всего мы говорим, что школа новоукраинско-автономна. Вот было принято на сессии положение о конкурсе руководителей. Это один из элементов автономии. Следующий этап. Очень много мы говорим о детях, о поддержке творческих детей. И вы знаете, что сессия городского совета приняла решение. Департамент образования подготовил предложение о утверждении стипендий для самых лучших, одаренных наших детей и лучших педагогов. А ученица технического лицея Малкова получила именную стипендию для обучения в Канаде. Это все принималось решением. Мы сегодня говорим много о инклюзивном образовании. И благодаря тому, что сессия приняла решение о создании таких классов и финансировании, сегодня эти классы, оснащенные, уже будут работать с 1 сентября в ряде школ нашего города. Мы говорим о том, что мы меняем саму структуру образования. И вот буквально на предыдущей сессии были приняты решения о создании инклюзивных, таких ресурсных центров по работе с детьми, которые имеют какие-то отклонения в развитии. Когда эти центры начнут появляться в Мариуполе? Вот у нас уже сессия приняла. Есть конкретные адреса в Кальмиусском районе. Это на базе центра «С нами добрые сердца», такой инклюзивный центр в каждом районе. Это уже шаг. Это тоже решение сессии. Но вот сегодня Татьяна Ивановна рассказывала, и были вопросы, я смотрела, о том, что надо ли собирать деньги. Сессия Городского совета принимает решение о фонде громадской участи. И есть там раздел «Батькивская рада». И вот на эти, для поддержки родительской копилочки, было выделено 2 миллиона гривен. И сегодня школа, сдавши, моя школа, перечислила на счет, спецсчет централизованной нашей школы, но в рамках централизованной бухгалтерии 40 тысяч, я получила еще 40 тысяч. И мы уже сегодня получили, уже в школу сегодня пришли компьютеры, которые мы хотим использовать для будущего еще одного третьего компьютерного класса. Другие школы, у нас есть школы, где и 95 тысяч собрали, и 50 тысяч. То есть вот ответ на родителей. Если вы хотите помочь, то это может быть вот фонд будущего Мариуполя, вот спецсчет. Это может быть счет Пеклувальной рады. И вот этими деньгами распоряжается, и это было тоже принято на сессии. И решений вот таких важных, конкретных, можно перечислять еще много. Мы вот сейчас на последней сессии в августе приняли решение о создании логопедического центра в городе Мариуполе. Объедение усилия всех логопедов, потому что это проблема города и для малышей, и для школьников, и первоклассников. Поэтому решения принимаются. Вот представитель, я прошу прощения, давайте мы прорвемся у нас, потому что есть телефонный звоночек, что-то хочет наш телезритель у вас спросить. Добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем. Подскажите, вот Нина Варевья говорит, что уроки должны остаться в школе. Вот почему с детьми нельзя заниматься? Потому что учителя в школе 50% не додают того, что надо, и получают знания в бюджетском бедоинституте. Спасибо большое. Я так понимаю, суть вопроса в том, что зритель понял то, что вы говорили, что с детьми нужно заниматься на уроках, а дома дети должны отдыхать. Поскольку правильно он интерпретит. Потому что согласно концепции новой украинской школы, первый-второй класс, это игровой адаптационный период. И мы должны сделать все возможное, чтобы больше через игру и занятия игровые мы могли готовить деток. Вот я когда-то приносила на передачу тетрадь в английском языку. Там есть маленький диск. Вот это и есть домашнее задание, когда можно включить и вместе с ребенком повторить песенку или стишок. А то, что касается старшей и средней школы, безусловно, домашние задания задаются. И я согласна с нашим вопросом нашего зрителя о том, что учителя недорабатывают. Почему сегодня мы и наши педсоветы, которые сейчас идут в школах накануне нового учебного года, говорим о том, нам нужно работать персонально с каждым ребенком. Нужно вырабатывать его собственную траекторию. Ведь все дети разные. И если мы будем со всеми одинаково работать, то результат будет очень плачевный. А если мы должны и видеть, кого можно готовить на Олимпиаду, кто хотел бы в каком-то конкурсе участвовать, мы вот это и помощь, и в домашних заданиях, и в консультационных пунктах. То есть... Немалья Ивановна, это задача общая. И родителей, и детей, и педагогов. Наша программа подходит к концу, как всегда, очень быстро. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Оставайтесь на нашем телеканале. Сразу после завершения Троеточия в эфире информационная программа «Зеркало». Увидимся с вами обязательно в следующую пятницу. Берегите себя.